Атмосфера сеанса психотерапии. Какие парфюмы у меня ассоциируются с этой атмосферой? Какие они прежде всего для меня? Они о правде, о неприкрытости, уединённости. В них есть настроение новых горизонтов, открытых новых горизонтов, самопознание, поиска. Но при сохранении атмосферы, уравновешенности. Спокойные, настоящие, повёрнутые в себя, естественно, и ищущие. Давайте сразу вам покажу, что я подобрала. Смотрите, это Serge Le Tant, La Mure, Мира. Это очень необычная Мира. Здесь, прежде всего, акцент делается на такой оттенок ментоловой Миры с добавлением альдегидов и лотоса. Здесь именно есть приятная прохладность, может, слегка даже водянистая прохладность лотоса. Может быть, даже лёгкая горьковатость. Вообще для меня этот парфюм о настроении волшебного леса, как вот в своём видео о распаковке я вам говорила. О волшебном лесе. И почему он меня относит в эту атмосферу психоанализа? Потому что в нём есть очень сильный посыл чего-то очень настоящего, неприкрытого, как я вам сказала, неприкрытость есть. И в нём есть такой момент, когда вы подходите к какой-то внутренней истине, к новой правде, открываете для себя что-то новое. Вы понимаете, что этот момент, он слегка даже какой-то волшебный, потому что он вам открывает реально новые горизонты. И в этом парфюме, в нём есть настроение именно такого лёгкого, чего-то лёгкого, что невозможно объяснить. Это вот какая-то данность происходит. Конечно, над ней надо поработать, как и в психоанализе, но это что-то происходит, что-то такое, что вот вам даёт новый глоток жизни. Поэтому очень его люблю. Так, давайте, мои дорогие, посмотрим, что у меня ещё есть. Пусть будет вот этот парфюм, это Митца Кристиан Диор. Этот парфюм, это, по-моему, уже он снят, если его уже не найти, но я всё равно решила его показать. Потому что этот парфюм Митца, почему он назван? Он назван в честь Митца Брикар, она являлась музой Кристиана Диора. Она очень любила использовать наряды с леопардовым принтом. Вот такая была очень яркая, эффектная женщина-брюнетка. Он для меня амброво, ладанно, спокойный, мягкий, но в то же время в нём есть настроение закрытости. Вот этот парфюм, он совершенно не экстраверт, они по большому счёту, здесь все будут парфюмы, которые я подобрала, они больше интроверты, да, как я вам сказала, повёрнуты в себя. В этом парфюме есть такое же настроение, но при этом ещё какая-то ещё изысканность чувствуется. Но всё равно я вот этот парфюм, хотя он, не могу сказать, что он такой именно уединённый, очень просто закрытый. Но по сравнению со всеми, как я вам здесь покажу парфюмы, в нём даже есть определённая светскость чувствуется она. То есть его очень часто сравнивают митсу, да, с парфюмом Амбру Султан, Серж Лютанс. Но мне кажется, вот этот он чуть-чуть, может быть, чуть-чуть послаще, поигривее даже. Так, следующий парфюм, это, конечно же, Дзинг, Л'Артизан Парфюмер, я вам говорила о нём в моём видео, в моих самых родных парфюмах. Парфюмер Оливия Джакобетти и Дзинг, это для меня просто уникальный пример парфюма настроения психоанализа или сеанса психотерапии. Вот именно психоанализ как поиск, да, такой продолжительный, постепенный, целенаправленный поиск, очень правдивый. И в Дзинг, что мне нравится, это очень вкусная гурманская анималика, довольно-таки очень редкий пример парфюмерии, на мой вкус, или очень редкий парфюм. Прежде всего, здесь кожа, сахарная вата, тофи, бобы тонко, мускус такой очень анималистичный, анималистичный на мой вкус. Я люблю анималику, но также в нём есть настроение волшебного мировосприятия с позиции ребёнка, да, вот детского восприятия, я его очень ценю за такую искренность. То есть он очень искренний, часто его описывают как парфюм настроения цирка, вот этого ожидания радости, от представления, от предвкушения, да, этого представления. Что-то очень такое сладкое, радостное, детское в нём есть. Вот этот аромат может быть сахарной ваты, да, он витает в воздухе в цирке. Также в нём есть задумчивость ребёнка, который сидит и рисует карандашами, потому что здесь заявлено светлое дерево, и вот это светлое дерево, оно у меня ассоциируется со стружкой, может быть, карандашей, когда мы их точим. И вот этот ребёнок, да, девочка или мальчик, он сидит и рисует несколько, может быть, слегка задумчиво, да, что-то вспоминает или представляет, может быть, мечтает о каких-то новых игрушках, может быть, каких-то новых поездках. И при этом это всё наполнено таким светом, такой уверенностью, что-то так и будет, да, вот эта уверенность детская, когда мы всегда с вами думаем, что нам стоит только захотеть, так и будет. Нравится он мне очень. Вот именно он, в нём объединены, объединены, наверное, несколько факторов, которые именно в этой связке, взаимосвязи создают настроение вот этого дзинк, да. Как будто как звук, звон колокольчика, и это как триггер, да, у вас срабатывает, и вы отправляетесь на поиск себя, может быть, конечно, где мы можем найти себя, где мы можем излечить себя, конечно, в нашем детстве. И, конечно, он, вот как колокольчик, звон колокольчика, он нас с вами отправляет в детство и позволяет, да, посмотреть на многие ситуации под другим углом с позиции ребёнка. Нравится он такой несколько волшебный. Кстати, они, вот эти два, да, вот мира и дзинк, они для меня слегка волшебные. Ещё у нас парфюмы, мои дорогие, вот Селин, калифорнийская вода, Ода Калифорнии, Селин. Шифровый парфюм, один единственный, да, по-моему, он шифровый из всей линейки Селин. Я оставлю ссылку под видео, потому что я снимала большое видео именно о всех парфюмах Селин. Я знаю, что они труднодоступны, но всё же, мало ли. Шифровый парфюм. Что здесь есть? Конечно же, здесь есть Пало Санто, мои дорогие. Пало Санто, опять вот эта светлая древесина, мне кажется, вот как светлое дерево, может быть, звучит в дзинг. И вот Пало Санто здесь, в Ода Калифорнии, оно как-то пересекается. Оно создаёт очень такое медитативное... Это звучание светлого дерева создаёт медитативный, расслабленный фон, расслабляющий, который необходим для самопоиска, да, самоанализа. Необходим для доверительной атмосферы общения на сеансе психотерапии. Помимо Пало Санто здесь есть дубовый мох, бергамот, по-моему, мускус. Нет здесь никакой ни малейшей сладости, его очень часто сравнивают с Сикамор Шанель, но он для меня, наверное, в нём больше влажности. В Сикаморе он всё-таки сухой, да, сухой, такое больше... В нём есть, может быть, перечности, я бы сказала, в Сикамор. Здесь нет этой перечности. Здесь именно расслабленная атмосфера, мартовская какая-то чувствуется. Я, кстати, этот парфюм также полюбила в марте. Вот в нём, в этом парфюме для меня очень мартовское настроение. Калифорнийская вода. Следующий парфюм, опять же, о мире. Вот посмотрите, да, Oriental Velour Les Andes de Moudable. Также я оставлю ссылку об этих парфюмах. Пусть они труднодоступны, но всё равно всё же, да, может, кому-то они доступны или будут доступны. Парфюм о мире, восточный. Он был создан в 2016 году. Ну, здесь мир просто очень необычный на контрасте с ветивером. И всё это подкрепляется, опять же, контрастной игрой жасмина. Очень такой чувственный здесь жасмин, но при этом не сладкий. Жасмина с елью. Для меня это также вот парфюм какой-то, может быть, волшебный или о прогулке в волшебном лесе. Обожаю просто вот этот Oriental Velour. Меня очень часто спрашивали, какой парфюм я люблю из Les Andes de Moudable. Я его очень люблю, вот этот Oriental Velour. Он может быть, на первый взгляд, некоторым показаться уродливым. Его могут многие не понять, но в нём есть настроение этой необходимой отрешённости, когда вы находитесь в самопоиске. В нём есть отрешённость, при этом в нём есть правда, правдивость. Вот когда вы в нём, у вас не получится самого себя или саму себя обманывать. Он создаёт именно такой фон, что вы принимаете себя только такой, какой вы есть или какая есть. Это очень классно, очень ценно. Это такой елово, еловая мира, наверное, для меня. Очень он мне нравится. Восточный. Вот, например, в мира, вот в этом парфюме Сердж Летан, в нём побольше, вот этой влажной, наверное, прохлады от лотоса и альдегидов, её, например, здесь нет. Потому что, вы знаете, Oriental Velour, его очень часто сравнивают с La Mursie и Желетанс. И в Oriental Velour, в нём побольше есть даже настроение, может быть, вот таких каких-то попсов, да, игрушек, игрушек, таких, может быть, это резины, или я не знаю, вот этого материала, из какого они сделаны. Может быть, куклы Барби, да, вот эти ноги, девочки, кто играли, помнят, как мы эти ноги, да, разгинали, руки, разгинали, сгинали. Такой же ещё аспект в каком-то парфюме был у меня, вы знаете, сейчас скажу, в каком. В Лоран Мадзона, по-моему, Лоран Мадзона, надо будет до конца вспомнить, как он назывался, по-моему, Оде Супир, по-моему, в нём был такой ещё аспект интересный. Следующий парфюм, это Mugler Oriental Express, восточный парфюм, который создал Жан-Кристофер Ро вместе с Оливье Польжем, да, когда ещё Оливье Польж не было главным парфюмером в Шанель. И Oriental Express, он должен передавать для нас атмосферу вот этого знаменитого поезда, начала, да, XX века. И для меня действительно в этом парфюме есть настроение путешествия. Ещё давно я снимала видео, поехали, да, ну вот, может быть, так же его оставлю, поехали. Парфюм с настроением путешествия. Этот парфюм, он для меня восточный, его очень часто сравнивают с Шалемаром, но они для меня разные, мои дорогие. Вот даже я вам сказала, что Oriental Express, он для меня больше пересекается с Вольду Ньюи, ночным полётом Герлен. Знаете, почему? Вот этому рассеянному свету под фонарём ночью или вечером. Вот именно эти два парфюма, они у меня так ассоциируются, да, вот именно, как будто вы стоите, смотрите, может быть, даже как-то вдыхаете вот этот свет рассеянный, видеть эти пылинки, которые в воздухе витают. Именно этот свет от фонарей, да, светит на вас. Не знаю, как это передаётся, как удаётся, да, парфюмерам создать вот это ощущение. По нотам здесь у нас ваниль, семена моркови. Ну, это всё ноты, по большому счёту, он такой ирисово-пыльно-припылённый какой-то. В нём ощущается даже вот пыль дорог для меня. И в нём есть настроение вот этой интимности. Если представить, вы зашли в купе, в Oriental Express, вы, не знаю, всё вы оставляете за собой, да, за плечами, вы ни за что не держитесь, всё вы в движении, в поиске, да, вам открывается что-то новое, в нём есть вот это настроение поиска нового. И при этом есть что-то очень приключенческое, потому что так же, да, когда вы осмеливаетесь посмотреть вглубь себя или вообще отправляетесь, да, в путешествие за собой настоящим на психоанализ, да, это всегда требует определённого уровня готовности к авантюре, да, потому что вы не знаете, что вас будет дальше ждать. Может всё поменяться. Этому нужен определённый уровень смелости. И вот здесь есть, кстати, это настроение. Ну, прежде всего, он в нём приятный есть по звучанию, да, стандартно, я думаю, как все люди его воспринимают. Такой помадно, расслабленно, пыльновато, ирисовый, больше такой именно в морковку уходящий ирис, ну, они и есть здесь именно моркови. Ещё один парфюм Prada Marine Budd. Он посвящён, кстати, фильму «Последнее лето в Marine Buddе». Наверное, вы многие его смотрели, очень психологический фильм, очень интересная игра актёров, интересный сценарий, интересные декорации, интерьеры. Кому интересно, посмотрите. По большому счёту, я когда смотрела этот фильм, я задумалась, да, сама, я не стала читать, читать никакие рецензии, ничего, мне просто было интересно, да, о чём этот фильм. Я поняла о том, что по большому счёту этот фильм о оправдании своих настоящих желаний, то есть как человек разрешает себе быть или не быть, да, и как он это всё преподносит себе и другим. И в этом парфюме в Marine Budd, он для меня, кстати, пересекается определённо с Митса, потому что здесь чувствуется амбровость, очень много кожных аспектов, таких анималистических аспектов, может, даже по анималике, даже бы, может быть, и в дзинк чуть-чуть, да, он меня куда-то отвёл. Также очень много здесь ладана, то есть кожно-ладана, амбровый аромат. Но при этом всё это легко, да, в нём очень много воздуха, он вас никогда не задавит, так же, как Митса, вот за что я люблю эти два парфюма, они никогда вас не задавят, несмотря на тяжесть своих нот, да, как за привычное восприятие вот этих нот, вот такой, такие как амбру, да, здесь у нас лапданум, да, здесь ладан, кожа анималика. Здесь, по-моему, даже цвета была заявлена. Даже какая-то определённая кислинка есть, и прежде всего, мои дорогие, здесь слива, да, слива, по-моему, роза и слива вот из цветочного блока. И вот эта слива в сочетании с розой по своей супернеобычной, да, женственности, вот как здесь женственность звучит, он меня относит к парфюму Le Parfum de Thérèse Фредерик Маль, да, который для меня вообще по большому счёту о какой-то вот восприятии женского, женской интимности, наверное, в этом парфюме также это есть. Но прежде всего, вот в нём есть этот поиск, да, поиск самого себя, есть размышления, есть диалог с собой, есть настоящее, да, есть правдивость. Вот только так и никак по-другому. Так интересно. Да, даже не стоит, да, никакой, искать, да, никакой игры, потому что вы только копните в себя и вам станет интересно, да, уже не потребуются никакие игры. Смотрите, ещё один парфюм, это Ex Nihilo, Honor Red Light, да, на удивление, наверное, может быть, самый лёгенький, лёгенький представитель здесь будет. Honor Red Light, он для меня, не знаю, почему он попал в эту категорию, когда я с ним познакомилась, он сразу же, да, для меня начал ассоциироваться с психотерапией, с этим настроением познания себя, расслабленности, желания открыть для себя, да, что-то новое, уравновешенностью, вот этим правильным, правильной выверенностью. Вот в этом парфюме в нём есть выверенность, по большому счёту он больше даже в гурманику, уходящей по звучанию, в нём есть амбрета, цветки апельсина, ирис, ну, звучит он как такой, может быть, очень вкусный десерт французский, я очень часто говорю вам, вкусный французский десерт в красивом кафе в Париже, вот так он для меня звучит, какая-то как милая беседа также звучит, ну, что-то очень светлое, понимаете, вот этот парфюм, он очень светлый, если, например, какие у нас здесь были, да по большому счёту и Митца, и Марин Бат, они всё-таки более уходящие, когда в коричневый, такой тёмный оттенок, то здесь это просто какое-то сияние светлого всего, светлого и очень вкусного. Ещё один парфюм, это Ивуар, Ивуар до Бальмэн, парфюм 79-го года, шипрово-цветочный, очень-очень огромная пирамида здесь, вот так же, вот по своему настроению света, вот он меня относит к Honor Red Lights, хотя в нём никакого даже ни малейшего, нет намёка на гурманику, он очень расслабленный, спокойный, как, чем он пахнет, да, он пахнет очень вкусным, свежайшим мылом, может быть даже с ромашковым каким-то гиацинтовым мылом, в нём есть альдегиды, но они очень приятные, здесь спокойные, слегка, может быть, мыло уходящее, он пахнет размеренной жизнью, пахнет достатком, спокойствием, но при этом, вы знаете, по атмосфере вот с этим парфюмом меня пересекается с урентал велюр, в нём есть вот это спокойствие внешне, но именно оно такое, как фон, да, внешнее спокойствие, при этом внутри происходят что-то, какие-то приключения, да, я их так всегда называю, когда мы с вами, когда нам с вами интересно самим собой, я это называю приключения, вот так, так, и посмотрите, ещё у меня, у меня Том Форд сюда попадает, Мюрмистер, опять Мира, да, вот посмотрите, Мира, Мира, опять же здесь Ладан есть, что у нас здесь, анималика, кожа, здесь Пало Санто, всегда он, Пало Санто, да, вы знаете, вот эти палочки Пало Санто их поджигают, и они оказывают очень медитативное, расслабляющее действие, в Мюглер, здесь, конечно, в Ориентал Экспресс, здесь Сандал, я, по-моему, не упомянула, здесь, конечно, Сандал очень успокаивает, он всегда успокаивает у нас, по большому счёту, так, и в Мюрмистер, ну, вы знаете, какой в нём есть нужный побольше, чем во всех этих парфюмах, выраженности, он, он Мире, но по большому счёту, он звучит кожаным, кожаный, наверное, с таким приятным кожаным оттенком, Мирой, с терпкостью, или, наверное, даже таким медитативным действием Ладана, мне нравится этот парфюм, мне его подарили, помните, я делала распаковку о нём, в нём очень хорошо, вы знаете, гулять и думать о своём, да, думать о себе, о своей жизни, мне нравится ещё один парфюм, который о прогулках для меня, один из моих самых любимейших парфюмов, который я считаю шедевром, это вот, мои дорогие, это Ares Silvamist, Serge Lutens, парфюм, наверное, один из самых моих любимых, о ирисе, наравне с Héris Hermes, что чудеснейшая туман, чудеснейший туман на ладанной ирис, с, наверное, пряностью гвоздики, да, вот этих гвоздиков гвоздики, люблю это настроение для меня, студии художника, настроение, наверное, поиска творческого, может быть, какого-то даже прорыва, когда вы искали-искали, вот, свершилось, да, он звучит, на мой вкус, очень укончённо, туманно, также было у меня видео туманных ароматов, так что, прошу любить и жаловать, так, наверное, оставлю ссылку, и, мои дорогие, последний парфюм, это вот, это Герлена, как вы уже видите, как вы думаете, что бы это могло быть? Это Митсуку, это Митсуку, мои дорогие, парфюм, да, великий шипрово-шипровый аромат, шипрово-фруктовый, у меня, вот видите, такая ещё старинная версия в Оде Туалет, что о нём можно сказать? Чудеснейший, на мой вкус, персиково-мшистый шипр, при этом очень мягкий, в нём есть настроение прогулки в осеннем лесу, есть вот эти, вот ощущение, как будто шороха даже от этих осенних листьев, когда вы ногами наступаете на них, в нём есть настроение чаепития, на даче, может быть, осенью, когда вы уже собрали весь, да, свой урожай, просто сидите, приятно наслаждаетесь вкусным чаем, в нём есть настроение лёгкой меланхолии, вот какой у нас бывает осенью, о том, что уже лето ушло, о том, что может быть какой-то период в жизни прошёл, но он создаёт именно тот фон, нужный, да, для контакта с самим собой, в принципе, вот так, мои дорогие. Пишите мне, какие вы парфюмы из этих знаете, ваше мнение, ваше мнение о них, также напишите парочку парфюмов, которые у вас ассоциируются с сеансом, да, с атмосферой сеанса психотерапии, мне будет очень интересно. На сегодня всё, желаю вам всего самого хорошего и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok